Глава 31 Грех Надава и Авиуда Книга Левит, глава 10, стихи с 1 по 11 После освящения из Кинии священники были рукоположны на святое служение. Эти церемонии длились семь дней, и каждая из них отличалась особенным служением. На восьмой день приступили к служению. При помощи своих сыновей Аарон принес требуемые Богом жертвы и затем, подняв руки к небу, благословил народ. Все было сделано, как повелел Господь, и Он принял жертву и явил славу Свою особенным образом. От Господа вышел огонь и сжег жертву на жертвенники. Народ с благоговейным страхом и глубочайшим интересом смотрел на чудесное проявление божественного могущества. Люди видели в этом знамение Божьей славы и благоволения, и их чувства вылились во всеобщих возгласах хвалы и обожания. Они пали ниц, словно воочию узрев Иегову. Но вскоре после этого внезапное страшное бедствие постигло семью первосвященника. Во время служения, когда молитвы и благодарения народа возносились к Богу, два сына Аарона взяли каждый свою кадильницу и зажгли в них благовонное курение для приятного благоухания пред Господом. Но они нарушили повеление, взяв огонь чуждый. Для курения они взяли обычный огонь вместо священного, который зажег сам Бог и который Он повелел употреблять для подобной цели. Этот грех и послужил причиной того, что от Бога вышел огонь и сжег их на глазах всего народа. Надав и Авиуд после Моисея и Аарона занимали самое высокое положение в Израиле. Господь особо отличил их, разрешив вместе с семью десятью старейшинами созерцать славу Божью на горе. Но это не могло оправдать совершенного ими преступления или позволить закрыть на него глаза. Напротив, это сделало их преступление более тяжким. То, что они получили великий свет и, как князья израильского народа, взошли на гору, то, что они имели преимущество общения с Богом и пребывали во свете Его славы, вовсе не позволяло им обольщаться надеждой, что они могут безнаказанно согрешить. И поскольку Бог удостоил их такой чести, их не постигнет суровое наказание. Это роковое заблуждение. Великий свет и преимущества, дарованные нам, требуют от нас соответствующих добродетелей святости. Бог не может принять меньшее. Большие благословения и преимущества никогда не должны убаюкивать в состоянии беззаботности и безответственности. Они никогда не могут дать право грешить или думать, что Бог не будет слишком изыскательным к нам. Все преимущества, дарованные Богом, служат средством вдохновить нас, усилить наше рвение и дать нам силы в исполнении Его святой воли. Надав и Авиуд с юности не были приучены владеть собой. Уступчивый характер, неумение проявить твердость в вопросах справедливости привели их отца к тому, что он пренебрег воспитанием своих сыновей. Он позволял сыновьям поступать так, как им хотелось. Привычка потворствовать себе приобрела над ними такую власть, что даже ответственность самого священного долга не смогла сломить ее. Их не научили с уважением относиться к авторитету своего отца, и они не понимали необходимости точного исполнения требований божьих. Ошибочное попустительство Аарона своим сыновьям привело к тому, что они стали объектом божественного суда. Бог желал научить народ благоговейно и трепетно приближаться к Нему и так служить Ему, как это установил Он. Он не может принять частичное служение и частичное послушание. Недостаточно, чтобы в торжественное время богослужения почти все было сделано так, как Он велел. Господь изрек проклятие тем, кто удалится от заповеданного им и не сделает разницы между обычным и святым. Он говорит через пророка «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Книга пророка Исаия, 5 глава, стихи из 20 по 24. «Пусть никто не обманывает себя, что часть заповедей Божьих не обязательно, и что он вместо требуемого примет что-либо другое». Пророк Иеремии говорит «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Книга «Плач» пророка Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Бог не дал в Священном Писании никакого указания относительно того, что люди могут поступать безнаказанно, как им заблагорассудится. Кто уклоняется от строгого пути повиновения и следует другими дорогами, обнаружит, что конец их – путь к смерти». Книга притчей Соломоновых, 14 глава, 12 стих. «Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, ибо на вас елей помазание Господня». Великий вождь напомнил своему брату слова Божьи. «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Смерть его сыновей – такая неожиданная и через такой ужасный грех, грех, который, как он теперь понял, явился результатом его личного пренебрежения своим долгом, сжимало сердце отца мукой, но он не давал воли своим чувствам. Ни малейшим выражением горя он не должен был казаться сочувствующим греху, чтобы это не послужило для народа поводом к ропоту против Бога». Господь желал научить свой народ признавать справедливость его исправительных действий, чтобы другим внушить страх. В Израиле были такие, для кого этот ужасный суд мог послужить предостережением и спасти их от злоупотребления Божьим долготерпением, пока они сами не решат собственную участь. Бог осуждает ложное сочувствие грешнику, который пытается оправдать свой грех. Грех умерщвляет нравственное восприятие человека настолько, что согрешающий не осознает чудовищности беззакония и без убеждающей силы Святого Духа остается частично слеп в отношении своего греха. Долг слух Христа указать таким заблудшим на угрожающие им опасность. Те, кто разрушает воздействие предостережений и закрывает глаза грешников на реальное положение вещей и последствия греха, часто льстят себе тем, что якобы поступают добродетельно, но, делая так, они препятствуют работе Святого Духа Божьего. Они убаюкивают грешников на краю гибели. Они становятся соучастниками их вины и возлагают на себя ужасную ответственность за их нераскаяние. Многие, очень многие, пали жертвой такого ложного и обманчивого сочувствия. Надав и Авиуд никогда не совершили бы рокового греха, если бы были трезвы. Они понимали, чтобы явиться в святилище, где обнаружится божественное присутствие, им следует приготовиться особенно тщательно и торжественно. Но невоздержание сделало братьев недостойными их святого призвания. Их ум затмился, и нравственное восприятие настолько притупилось, что они не видели разницы между священным и обыденным. А Аарону и его оставшимся в живых сыновьям было сказано «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь». Употребление спиртных напитков ослабляет тело, помрачает разум и разрушает нравственность. Это мешает людям понять неприкосновенность священного или обязательность божественных требований. Все, кто занимают ответственные посты, должны проявлять строгое воздержание, чтобы не терять способности проводить определенную границу между добром и злом, чтобы сохранять твердые принципы и поступать мудро, справедливо и милосердно. Подобная обязанность возлагается на каждого последователя Христа. Апостол Петр говорит, «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». 1 Петра 2 глава 9 стих Бог требует от нас сохранять тело и душу по возможности в наилучшем состоянии, чтобы мы могли совершать приемлемое служение для нашего Творца. Употребление возбуждающих напитков будет иметь для нас те же последствия, что и для священников Израиля. Совесть в подобном случае теряет чувствительность к греху, и это настолько ожесточает чувство, что всякое различие между обычным и святым утрачивает значение. Как же мы сможем тогда сообразоваться с мерилом божественных требований? Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть – Божия. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Торжественное и страшное предупреждение обращено к Церкви Христа всех веков. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Глава 32. Закон и Заветы Адам и Ева при творении получили знания закона Божьего. Им были известны его требования. Предписания закона были начертаны в их сердцах. Когда человек пал, закон не подвергся изменениям, но была установлена особая система исправления, для того, чтобы человек мог вернуться на путь повиновения Богу. Было дано обетование относительно Спасителя, и жертвоприношения указывали на Христову смерть, как на великую жертву за грех. Но если бы закон Божий никогда не нарушался, тогда не существовало бы смерти, не было бы нужды в Спасителе, следовательно, не нужны были бы и жертвы. Адам учил своих потомков закону Божьему, и это познание переходило от отца к сыну из поколения в поколение. Но, несмотря на все попытки спасти человека, только немногие приняли закон и повиновались ему. Вследствие беззакония мир стал настолько порочным, что его пришлось очищать потопом от растления. Ной и его семья соблюдали закон, и Ной обучал своих потомков десяти заповедям. Когда люди снова отошли от Бога, Господь избрал Авраама, о котором сказал, «Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Книга Бытие, 26 глава, 5 стих. Ему был дан обряд обрезания, который являлся символом посвящения себя служению Богу. Этот обряд был залогом того, что принявшие его не соблазнятся идолопоклонством и будут повиноваться закону Божьему. Так как потомки Авраама не соблюдали этого обряда, заключая союзы с язычниками и перенимая их традиции, то это и явилось причиной их рабства в Египте. Близость с идолопоклонниками и рабская зависимость от египтян привели к тому, что божественные предписания оказались еще более извращены низкими и жестокими языческими учениями. Поэтому после того, как Господь вывел евреев из Египта, он сошел на Синай, окруженный ангелами и облеченный славой и грозным величием, и там провозгласил свой закон перед всем народом. Положиться на память народа, который способен забыть его установление, Господь не мог и начертал заповеди на каменных скрижалях. Он хотел оградить Израиль от какой бы то ни было опасности смешения языческих традиций со своими святыми предписаниями или же с человеческими законами и обычаями. Но дать народу предписания десятисловия было недостаточно. Люди уже показали, как легко их сбить с толку, и потому Господь в своем провидении не оставил без охраны ни одной двери, через которую могло бы проникнуть искушение. Бог повелел Моисею записать законы и суды, подробно растолковав все, что требовалось. Эти указания, объясняющие обязанности человека перед Богом, перед ближними и пришельцами, являли собой не что иное, как расширенные принципы десяти заповедей, представленные столь подробно, для того, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений по поводу их. Эти разъяснения были призваны защитить святость десяти заповедей, начертанных на каменных скрижалях. Если бы человек соблюдал закон Божий, данный Адаму после его падения, после хранимой Ноем и соблюдавшейся Авраамом, тогда не было бы никакой необходимости в обряде обрезания. И если бы потомки Авраама чтили завет, символом которого было обрезание, они никогда не впали бы, выдало поклонство. И им не пришлось бы влачить такую жалкую участь рабов в Египте. Они хранили бы закон Божий в своей душе, и тогда не было бы необходимости провозглашать его на Синае или писать на каменных скрижалях. И если бы народ жил согласно принципам десяти заповедей, не было бы нужды в дополнительных толкованиях Моисея. Система жертвоприношения, данная Адаму, также была искажена его потомками. Суеверие, идолослужение, жестокость, распущенность извратили простое и важное служение, определенное Богом. Длительное общение с идолопоклонниками привело к тому, что израильский народ перенял многие языческие обычаи, соединив их с обрядами своего служения. Потому на Синае Господь дал определенные указания относительно жертвенного служения. После того, как святилище было готово, Бог говорил с Моисеем из облака славы над престолом благодати и дал ему точные указания относительно системы жертвоприношения и служения, проводимого во святилище. Так Моисей узнал обрядовый закон, который был записан им в книгу. Но десятисловия, провозглашенные на Синае, Господь Сам начертал на каменных скрижалях, свято хранимых в ковчеге. Многие пытаются совместить эти две системы и с помощью текстов, относящихся к обрядовому закону, стараются доказать, что нравственный закон был упразднен. Но это не что иное, как извращение Писаний. Между этими двумя системами неоспоримое глубокое различие. Обрядовый закон состоял из прообразов, указывающих на Христа, его жертву и священство. Этот ритуальный закон с его жертвами и обрядами должен был исполняться евреями до тех пор, пока в смерти Христа, агнца Божьего, берущего на себя грех мира, не встретится прообраз с реальностью. И тогда все жертвоприношения утрачивали смысл. Это тот закон, который Христос взял от среды и пригвоздил ко кресту. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. Но относительно десяти заповедей псалмопевец говорит «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах». Книга Псалтырь, 118 глава, 89 стих. И сам Христос утверждает «Не думайте, что я пришел нарушить закон. Истинно говорю вам». Он эмоционально подчеркивает эти слова. «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. Здесь он не только объясняет требования закона, но и уверяет, что они неколебимы, пока существует небо и земля. Закон Божий также не изменен, как и его престол. Во все века он будет предъявлять к человечеству свои требования. Относительно закона, данного на Синае, Неемия говорит «И снишел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». Книга пророка Неемии, глава 9 стих 13. А Павел, апостол язычников, заявляет «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание к римлянам, глава 7 стих 12. Это определение может относиться только к десяти заповедям, ибо это закон говорит «не пожелай». Послание к римлянам, глава 7 стих 7. Хотя смерть Спасителя положила конец закону прообразов и теней, но она ни в коей мере не умолила долг человека перед законом нравственным. Напротив, сама смерть Христа, которая была необходима для того, чтобы искупить нарушение закона, доказывает его непреложность. Те, кто утверждает, что Христос пришел упразднить закон Божий и устранить Ветхий Завет, говорят об иудейской эпохе как о темном веке и представляют религию евреев как совокупность форм и обрядов. Но это заблуждение. Все страницы священной истории, где говорится об отношениях Бога с избранным им народом, отмечены жгучим присутствием величественного «Я есть». Никогда он не являлся нам человеческим, больших знамений своей силы и славы, чем в то время, когда они чтили его как своего единственного владыку, установившего для них свой закон. Не человеческая рука, держащая скипетр, управляла ими, но величественное и неизреченное могущество невидимого царя Израиля. Во всех этих откровениях божественная слава открывалась через Христа. Не только при пришествии Спасителя, но на протяжении всех веков после грехопадения и обещанного искупления Бог во Христе примирил с Собою мир. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Христос был основанием и средоточием системы жертвоприношения как в патриархальном веке, так и в иудейском. С одних грехопадения наших прародителей между Богом и человеком не существовало непосредственной связи. Отец отдал весь мир в руки Христа, чтобы Он своим ходатайством искупил человека и подтвердил власть и святость его закона. Всякое общение между небом и падшим родом осуществляется через Христа. Это Сын Божий дал нашим прародителям обетование об искуплении. Это Он открывался патриархом. Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Моисей понимали Евангелие. Они ожидали, что спасение принесет тот, кто будет заместителем и гарантом человека. Эти святые мужи древности общались со спасителем, которому предстояло прийти в наш мир в человеческой плоти, а некоторые из них говорили со Христом и небесными ангелами лицом к лицу. Христос не только направлял евреев в пустыне, будучи ангелом, в котором было имя Иеговы, и который, облеченный облачным столпом, шел впереди народа. Он был и тем, кто дал закон Израилю. Окруженный грозной славой на Синае, Христос в присутствии всего народа провозгласил десять заповедей закона своего Отца. Он вручил Моисею закон, начертанный на каменных скрижалях. Это Христос обращался к своему народу устами пророков. Апостол Петр в своем послании к христианской церкви говорит, что пророки предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, выделено автором. Когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Первое послание Петра, первая глава, десятая, одиннадцатая стихи. Это голос Христа обращается к нам через Ветхий Завет, ибо свидетельство Иисуса есть Дух пророчества. Книга Откровения Иоанна Богослова, девятнадцатая глава, десятый стих. Когда Христос был среди людей и учил их, Он направлял их внимание к Ветхому Завету. Он говорил иудеям, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Евангелие от Иоанна, глава пятая, стих тридцать девятый. В то время книги Ветхого Завета являлись единственными книгами Библии. Снова Сын Божий заявляет, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». И дальше он добавляет, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава шестнадцатая, стихи двадцать девятый и тридцать первый. Обрядовый закон был дан Христом. И позднее, когда этот закон уже не надо было соблюдать, Павел показал евреям его истинное значение, обозначив его место в плане искупления и его соотношение с работой Христа. Великий апостол называет этот закон славным, достойным своего божественного Творца. Торжественное служение в святилище символизировало великие истины, которые будут открыты грядущим поколениям. Облако курения, поднимавшееся с молитвами Израиля, символизировало его праведность, только благодаря которой могут быть приняты молитвы грешника. Заклонная жертва на алтаре всесожжений свидетельствовала о грядущем искупителе. Из святого святых сияло знамение великого присутствия Божьего. Таким образом, во все века мрака и отступничества в сердцах людей хранилась живая вера, пока не настало время пришествия обетованного Мессии. Прежде чем Христос пришел на землю в человеческой плоти, он уже был светом своего народа и светом миру. От Христа нисшел первый проблеск, сделавший мрак греха, окутавший мир, не столь уж беспросветным. Каждый небесный луч, падающий на жителей земли, исходит от него. В плане спасения Христос есть Альфа и Омега, первый и последний. С тех пор, как Спаситель пролил свою кровь ради прощения грехов и вознесся на небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье, послание к евреям, 9 глава, 24 стих, с Голгофского креста и из Небесного святилища льются потоки света. Но обилие полученного нами света не дает нам права умалять значение того, что в древнее время в символах указывало на грядущего Спасителя. Евангелие Христа проливает свет на уклад жизни евреев и подчеркивает значение обрядового закона. Когда открываются новые истины, и то, что было известно от начала, предстает в более ясном свете, характер и намерения Бога открываются в Его взаимоотношениях с избранным народом. Каждый луч света, который мы получаем, дает нам более ясное представление о плане искупления, являющемся осуществлением божественной воли в спасении людей. Мы начинаем постигать новую красоту и силу в священном слове и погружаемся в его страницы с более глубоким и всепоглощающим интересом. Многие придерживаются того мнения, что Бог воздвиг стену разделения между евреями и внешним миром, что Он в значительной мере лишил Своей любви и заботы остальное человечество, сосредоточив ее на Израиле. Но Бог не стремился к тому, чтобы Его народ воздвиг стену разделения между собой и Своими ближними. Сердце безграничной любви открыто для всех живущих на земле. Хотя они и отвергли Его, все же Он постоянно стремился к тому, чтобы открыть им себя и сделать их причастниками Своей любви и благодати. Он даровал Свои благословения избранному народу, чтобы тот мог благословлять других. Бог призвал Авраама, благословил и прославил его, возвеличил. И верность патриарха была светом людям всюду, где он только жил. Авраам не сторонился людей. Он поддерживал дружеские отношения с правителями окружающих народов, и некоторые из них относились к нему с большим уважением. Его честность, бескорыстие, храбрость и щедрость являли собой образ Божий. Жителям Месопотамии, Ханаана, Египта и даже Содома небесный Бог открыл Себя через Своего представителя. Так, через Иосифа Бог открыл Себя египетскому народу, а также и всем остальным народам, имевшим связи с этой могущественной страной. Почему Господь избрал Иосифа, так высоко возвеличил его среди египтян? Он мог предусмотреть другой путь для исполнения своих намерений относительно детей Иакова. Но он желал сделать Иосифа светом, и потому поместил его во дворце царя, чтобы через него небесный свет распространялся вблизи и вдали. Благодаря своей мудрости и справедливости, целомудрию и великодушию в повседневной жизни, преданности интересам людей, а эти люди принадлежали к языческому народу, Иосиф был представителем Христа. В своем благодетеле, которому весь Египет питал чувство признательности и любви, этот языческий народ должен был видеть любовь Творца и Искупителя. Так и в лице Моисея Бог зажег свет у престола самого могущественного царства, чтобы все желающие могли узнать об истинном живом Боге. Весь этот свет был послан египтянам прежде, чем над ними простерлась карающая рука Божья. Когда Господь вывел Израиля из Египта, весть о Его могуществе разнеслась повсюду. Воинственные жители хорошо укрепленного Ерихона дрожали. Когда мы услышали об этом, сказала Рааф, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Книга Иисуса Новина, 2 глава, 11 стих. Спустя столетия, после исхода из Египта, жрецы филистимлян напоминали своему народу о египетских язвах и предостерегали сопротивляться Богу Израилевому. Бог призвал Израиля, благословил и возвеличил не для того, чтобы, повинуясь Его закону, они одни могли пользоваться Его благоволением и стали бы таким образом единственными обладателями Его благословений. Но Он для того избрал израильтян, чтобы через них открыть Себя всем живущим на земле. Именно для осуществления этой цели Он и повелел им держаться обособленно от языческих народов, окружавших их. Идолопоклонство и все сопряженные с этим грехи были отвратительны Богу. И Он повелел своему народу не смешиваться с другими племенами, не подражать делам их, чтобы не забыть Бога. Он запретил браки с идолопоклонниками, чтобы сердца евреев не отошли от Него. Тогда, так же, как и теперь, было необходимо, чтобы народ Божий сохранил чистоту и уберегся от мирской грязи. Израильтяне должны были быть свободны от суеты мира сего, ибо она противоречит истине и праведности. Но Бог не стремился, чтобы Его народ в своей самоправедной исключительности, оградив себя от мира, не оказывал бы на Него никакого влияния. Подобно своему владыке, последователи Христа во все времена должны были быть светом мира. Спаситель сказал, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме, то есть всем в мире. И он добавляет, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 16. Это как раз то, что делали Енух, Ной, Авраам, Иосиф и Моисей. Это как раз то, что согласно замыслу Бога следовало делать его народу, Израилю. Злое неверие сердца подвластного сатане привело к тому, что они скрыли этот свет, вместо того, чтобы распространить его среди окружающих народов. Этот дух фанатизма побуждал их либо следовать беззаконным языческим обычаям, либо затвориться от всех в упоении гордой исключительности, как будто бы любовь Божия и его забота предназначались только им одним. Подобно тому, как в Библии представлено два закона, один неизменный и вечный, а другой временный и условный, так есть и два завета. Завет благодати впервые был заключен с человеком в Едеме, когда после грехопадения прозвучало божественное обетование о том, что семя жены поразит голову змея. Этот завет предлагал всем людям прощение и спасительную благодать Божью для послушания в будущем через веру в Христа. Он также обещал им вечную жизнь, если они будут хранить верность закону Божьему. Таким образом, патриархи получили надежду на спасение. Именно этот завет был обновлен с Авраамом в обетовании «И благословятся всеми не Твоем все народы земли за то, что Ты послушался глаза моего». Книга Бытие, 22 глава, 18 стих. Обетование указывало на Христа. Авраам понял это. Послание к Галатам, 3 глава, 8-16 стихи. «И поверил, что грехи прощает Христос». Вот какая вера была вменена ему в праведность. Завет с Авраамом также поддерживал авторитет закона Божьего. «Господь явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Книга Бытия, 17 глава, 1 стих. Свидетельство Божье относительно его верного слуги гласит, «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать, повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». Книга Бытия, 26 глава, 5 стих. «И Господь сказал ему, «И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и между потомками Твоими после Тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду Богом Твоим и потомков Твоих после Тебя». Книга Бытия, 17 глава, 7 стих, выделена автором. Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с Авраамом, все же он не мог быть утвержден до смерти Христа. Он был обетованием Божьим с тех пор, как было дано первое указание относительно искупления. Он принимался верой, однако утвержденный Христом он стал называться Новым Заветом. Закон Божий служил основанием этого завета, который являлся ничем иным, как необходимой мерой, долженствующей вернуть людей к гармонии с Божественной волей, чтобы они могли повиноваться закону Божьему. Другое соглашение, названное в Писании Ветхим Заветом, заключено между Богом и Израилем на Синае и было тогда же скреплено кровью жертвы. Завет Авраама был утвержден кровью Христа и назван он Вторым или Новым Заветом, потому что кровь, которой он запечатлен, пролилась после крови Первого Завета. То, что Новый Завет был в силе во дни Авраама, видно из того, что в то время он был утвержден как обетованием, так и клятвой Божьей в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солхать. Послание евреям, 6 глава, 18 стих. Но если Завет Авраама содержал в себе обетование и искупление, для чего же заключен другой Завет на Синае? Во время своего рабства народ во многом утратил познание о Боге и о принципах Завета Авраама. Избавляя евреев из Египта, Бог желал открыть им свое могущество и милость, чтобы они любили его и доверяли ему. Он привел их к Красному морю, где, преследуемые египтянами и предвидя верную гибель, они осознали свое совершенное бессилие и воззвали к Божественной помощи. И тогда Он избавил их. Их сердца преисполнились любовью и благодарностью к Богу и уверенностью в Его способности помогать им. Тогда Он был для них избавителем от земного рабства. Но существовала еще более великая истина, которую следовало запечатлеть в их сознании. Живя среди идолопоклонников, в атмосфере растленности они не имели истинного представления о святости Божьей, а о чрезвычайной греховности своих сердец, о своем полнейшем бессилии повиноваться закону Божьему и о своей нужде во Спасителе. Всему этому им предстояло научиться. Бог привел их к Синаю, явил там свою славу, дал свой закон с обетованием великого благословения при условии повиновения. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, глава 19, стихи 5 и 6. Люди не сознавали греховности своих сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии будут исполнять закон Божий, и они поспешно заключили завет с Богом. Считая себя способными проявить свою личную праведность, они заявили, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Книга Исход, глава 24, стих 7. Воочию увидев, как в грозном величии был провозглашен закон Божий, они трепетали от ужаса у подножья горы, однако уже через несколько недель нарушили свой завет с Богом и поклонились литому изваянию. Нарушив завет, они уже не могли надеяться обрести с его помощью благоволение Божье, и теперь, ощущая свою греховность и потребность в прощении, осознали нужду в Спасителе, который был открыт в завете с Авраамом и в прообразных жертвоприношениях. Теперь их любовь и вера устремились к Богу, как к своему избавителю от рабства греха. Теперь они были готовы оценить благословение Нового Завета. Условия Ветхого Завета, исполняя которые человек жив был бы через них, таковы. «Повинуйся и живи» книга пророка Иезекииля, 20 глава, 11 стих, и книга Левит, 18 глава, 5 стих. «И проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним» 5 книга Моисеева, Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Новый Завет был заключен на лучших обетованиях, на обетованиях прощения грехов и на благодати Божьей, чтобы обновить сердце и привести его в гармонию с принципами закона Божьего. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Книга пророка Иеремия, 31 глава, 33 и 34 стихи, выделена автором. Тот же закон, который был начертан на каменных скрижалях, запечатлен Святым Духом на скрижалях сердца. Вместо того, чтобы достигать собственной праведности, мы принимаем праведность Христа. Его кровь очищает наши грехи, его послушание принимается вместо нашего. Тогда сердце, обновленное Святым Духом, принесет плоды Духа. Через благодать Христа мы будем жить в послушании Закону Божьему, написанному в наших сердцах. Имея Дух Христов, мы будем поступать, как Он поступал. Через пророка Он говорит о себе. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Книга Псалтырь, глава 39, стих 9. Оживя среди людей, Он так сказал. «Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 29. Апостол Павел ясно показывает связь между верой и законом в Новом Завете. Он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен оправдать человека, потому что в своем греховном естестве он не мог соблюдать его, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих, 3 глава, 31 стих, 8 глава, 3 и 4 стихи, выделено автором. «Господь действует одинаково во все времена, хотя Его сила проявляется в разной степени и различным образом в соответствии с нуждами человека в то или иное время. Начиная с первого евангельского обетования на протяжении патриархальной и иудейской эпох и вплоть до нашего времени постепенно осуществляются намерения Божьи в плане искупления. Спаситель, изображенный в обрядах и церемониях иудейского закона, это тот, кто является в Евангелии. Скрывающие Его божественный образ облака рассеялись, сумерки и тени исчезли, и Иисус, искупитель мира, открылся в Своем совершенном величии. Он, кто провозгласил закон на Синае и передал Моисею предписание обрядового закона, является тем, кто произнес свою нагорную проповедь. Великие принципы любви к Богу, на которых основаны закон и пророки, являются только повторением того, что Он говорил через Моисея еврейскому народу. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Книга Второзакония, глава 6, стихи 4 и 5. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Книга Левит, глава 19, стих 18. «Оба закона преподаны нам одним Учителем, требования Божьи едины, принципы Его правления одинаковы, ибо все исходит от Него, у Которого нет изменения и не тени перемены». Послание Иакова, глава 1, стих 17. Глава 33 От Синая к Кадесу Книга-числа главы 11 и 12 Прибыв на Синай, израильский народ не сразу приступил к постройке Скинии. Это священное строение было впервые возведено в начале второго года после исхода из Египта. Посвящение священников, празднование Пасхи, исчисление народа и завершение всех необходимых мероприятий, гражданских и религиозных, все это требовало времени, так что приблизительно около года иудеи жили на Синае. Здесь их служение приняло более определенную форму. Были изданы законы для управления народом, что способствовало более успешной организации, подготовившей их к вступлению в землю ханаанскую. Система управления в Израиле отличалась высшей степенью организованности, удивительной по своей полноте и простоте. Строжайший порядок, явленный в совершенном устройстве всего, сотворенного Господом, был воплощен и в еврейской общине. Бог являлся центром власти и правления, владыкой Израиля. Моисей, назначенный Богом для исполнения законов во имя Его, был их видимым вождем. Из старейшин колен 70 человек избирались в Совет, который должен был помогать Моисею решать общие дела народа. Затем шли священники, которые вопрошали Бога во святилище. Начальники или князья правили коленами. Им подчинялись тысячи начальники, сто начальники, пятидесяти начальники и десяти начальники. И, наконец, тех, кто должен был исполнять определенные обязанности. Книга Второзакония, глава 1, стих 15. В Стане евреи располагались в строгом порядке. Народ подразделялся на три огромные группы, каждая из которых было отведено в Стане определенное место. В центре находилась Скиния, место обитания невидимого царя. Вокруг нее располагались священники и левиты. За ними разбивали шатры все остальные племена. Левитам было вверено попечение о Скинии и ее содержимом, как во время стоянок, так и в пути. Когда лагерь снимался, они должны были разбирать священный шатер, а когда народ приходил в назначенное место, должны были устанавливать его. Никому из другого колена под страхом смерти не дозволялось приблизиться к Скинии. Левиты подразделялись на три группы потомков трех сыновей Левия, и каждой группе предписывалось определенное место и работа. В непосредственной близости перед Скинией находились шатры Моисея и Аарона. К югу располагались сыны Каафа. Их обязанностью было заботиться о ковчеге и других предметах обстановки Скинии. На севере располагались мираритяне, которым были поручены брусья Скинии, их подножья, щиты и так далее. Позади Скинии размещались герсоняне, которые хранили занавеси Скинии и ее покров. Было установлено и положение каждого колена. Каждое колено должно было путешествовать и располагаться станом под своим особенным знаменем, согласно Божьему повелению. Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих. Пред Скинии собрания вокруг должны ставить стан свой. Как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте при знаменах своих. Книга чисел 2 глава 2 и 17 стихи. Иноплеменникам, сопровождающим израильтян из Египта, не было разрешено располагаться станом вместе с остальными коленами. Они должны были размещаться поодаль. Их потомство исключалось из общества Господня до третьего поколения. Книга Второзакония 23 глава 7 и 8 стихи. Как во всем стане, так и в окрестностях его царили безукоризненные чистота и строгий порядок. Существовали подробные предписания относительно соблюдения опрятности. Ни один нечистый человек, независимо от причин, не имел права появиться в стане. Эти меры были крайне необходимы для обеспечения здоровья такого множества народа, а также для поддержания безукоризненного порядка и чистоты, чтобы Израиль мог наслаждаться присутствием святого Бога. Поэтому он сказал, «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят». Книга Второзакония во время всех странствований Израиля ковчег завета Господня шел пред ними, чтобы усмотреть им место, где остановиться. Книга чисел 10 глава 33 стих. Носимый сыновьями Каафа, священный ковчег, содержащий в себе святой закон Божий, должен был возглавлять все ополчения. Впереди ковчега шли Моисей и Аарон. Их сопровождали священники с серебряными трубами. Они получали указания от Моисея и потом звуками труб сообщали их народу. В обязанности начальников каждой группы людей входило передавать точные указания относительно всех передвижений народа, чтобы сообщалось трубным звуком. Всякий, кто пренебрегал исполнением данных указаний, наказывался смертью. Бог есть Бог порядка. На небе царит совершенный порядок. Действия всех небесных ангелов обусловлены строгой дисциплиной и повиновением. Успех приходит только тогда, когда царит порядок и согласованность действий. Сегодня Бог требует от Своих служителей не меньше порядка и дисциплины, чем во дни Израиля. Все трудящиеся на Неве Его должны работать рассудительно, не допуская беспечности, не надеясь на авось. Бог желает, чтобы его работа исполнялась верно и точно, чтобы он мог положить на нее печать одобрения. Бог сам управлял израильским народом во всех его странствиях. Облачный столб указывал наилучшее место для стана и продолжал покоиться над Скинией все время, пока они должны были оставаться там. Когда же им следовало отправляться дальше, столб высоко поднимался над священным шатром. И всякий раз, когда требовалось остановиться или двинуться в путь, раздавался торжественный возглас. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Книга чисел, 10 глава, 35-36 стихи. Между Синаем и Кадесом, расположенным на границе Ханаана, было только одиннадцать дней пути. И вот, горя желанием быстрее войти в обетованную землю, израильские ополчения, следуя знаку наконец данному облакам, двинулись в путь. Иегова совершил небывалые чудеса, выводя их из Египта. А теперь, когда они приняли его как своего правителя и стали признанным народом Всевышнего, их ожидали должно быть еще большее благословение. Все же, многие неохотно расставались с обжитым местом. Они почти что считали его своим домом. Бог отделил свой народ от других народов, поместив иудеев между неприступными гранитными скалами, чтобы объявить им свой закон. Они любили смотреть на сияющую гору, на седых вершинах и скалистых утесах, которой так часто открывалась божественная слава. В их сознании это место было настолько тесно связано с присутствием Бога и святых ангелов, казалось настолько святым, что невозможно было бездумно, а тем более с радостью покинуть его. Однако при трубном звуке весь стан двинулся в путь. В центре несли скинию, и каждое колено двигалось в установленном порядке под своим знаменем. Все горели нетерпением увидеть, в каком направлении поведет их облако. И когда оно указало путь на восток, где возвышались мрачные, одинокие, голые каменные глыбы, многих охватила тоска и сомнение. По мере продвижения вперед идти становилось все труднее. Их путь лежал через каменистые ущелья и бесплодные пустыни. Вокруг была необозримая пустыня. Земля пустая и необитаемая. Земля, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Земля тени смертной. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 6 стих. Скалистые ущелья были сплошь усеяны мужчинами и женщинами и детьми, повозками и длинными вереницами крупного и мелкого скота. Они продвигались вперед очень медленно, с трудом. После длительной стоянки люди не были готовы к тому, чтобы переносить опасности и неудобства пути. На третий день начали раздаваться громкие жалобы. Они исходили от иноплеменников, многие из которых не вполне разделяли интересы израильского народа и постоянно искали повода для выражения своего недовольства. Этим смутьянам не нравилось направление, в котором их вел Моисей, хотя они и отлично знали, что он следовал за путеводным столпом. Недовольство всегда заразительно и скоро оно распространилось по всему стану. Люди снова начали требовать мяса. Несмотря на то, что манны было вдоволь, недовольство не стихало. Во время работы в Египте израильтяне были вынуждены питаться самой простой обыкновенной пищей, но лишение и тяжелый труд делали и ее в высшей степени желанной. А многие из египтян, которые теперь были среди них, привыкли к изысканной еде, они-то и начали роптать первыми. Перед самым приходом народа к Синаю они, недовольствуясь манной, стали сетовать, и Господь в ответ на их требования дал им мясо, но только единожды. Конечно, Бог мог с той же легкостью снабдить их мясом, как и манной, но для их же блага он не делал этого. Он намеревался кормить их более подходящей едой, чем та возбуждающая пища, к которой многие привыкли в Египте. Извращенный вкус следовало исправить, чтобы люди могли получать наслаждение от еды, которая от начала определена для человека, плодов земли, который Бог дал Адаму и Еве были в основном лишены мясной пищи. Сатана искушал их отнестись к этому ограничению как к несправедливости и жестокости. Он разжигал в них вожделение к запрещенным вещам, ибо понимал, что необузданное потворство своему аппетиту разовьет чувственность, и тогда ему легче удастся овладеть сердцами людей. Тот, кто стал источником болезней и страданий, выбирает для своих нападок на людей наиболее уязвимые места. Искушение аппетитом чаще всего вводит людей в грех. Так повелось еще с того времени, когда сатана обольстил Еву вкусить плод запретного дерева. Посредством этого он побудил израильтян роптать против Бога. Невоздержанность в еде и питье, обычно разжигающая низменные страсти, приводит к тому, что люди пренебрегают всеми нравственными обязанностями, одолеваемые искушениями, они почти не имеют сил сопротивляться. Бог вывел израильтян из Египта, чтобы поселить их в Ханаанской земле и сделать чистым, святым и счастливым народом. К этой цели можно было прийти, соблюдая определенный порядок, что сулило благо им самим, а также их потомкам. Если бы они добровольно отказались от потворства испорченному аппетиту и повиновались мудрым ограничениям, установленным Господом, тогда им не грозили бы никакие болезни и страдания. Их потомки отличались бы физическим и умственным здоровьем. Они сохраняли бы ясные понимания истины и своего долга, они обладали бы острой проницательностью и здравым суждением. Но нежелание покориться божественным ограничениям и требованиям во многом воспрепятствовало достижению этого возвышенного идеала, к которому он их направлял. По той же причине они не получили тех благословений, которые он так желал излить на них. Псалмопевец говорит, «Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом». Книга Псалтырь, 77 глава, с 18 по 21 стихи. Ропот и возмущение часто возникали во время пути от Красного моря к Синаю. Но, снисходя к их незнанию и слепоте, Бог не карал их за грехи. Но вот он открылся им у Харива. Свидетели его величия, могущества и милости озарил яркий свет. И теперь их недоверие и недовольство делали их более виновными. Более того, они заключили завет с Богом, приняли его как своего царя и обещали повиноваться его власти. Теперь их ропот был пунтом, и за это они должны были немедленно понести достойное наказание, чтобы уберечь израильский народ от анархии и гибели. Возгорелся у них огонь Господень и начал истреблять край стана. Наиболее виновные смутьяны были поражены молнией из облака. В ужасе люди умоляли Моисея заступиться за них перед Богом. Он сделал это и огонь прекратился. В память о суровом суде он назвал это место Тавера, горение. Но зло продолжало расти. Оставшимся в живых, казалось бы, надо смириться и покаяться после этого страшного наказания. Однако они стали роптать еще громче. Повсюду собирался народ плача и причитая у своих шатров. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели и плакали и говорили «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Так они проявили свое недовольство пищи, которую дал им Творец. До сих пор они имели постоянное доказательство того, что эта пища вполне отвечала их потребностям, ибо, невзирая на перенесенные лишения, в Стане не было ни одного больного. Моисей пал духом. Он умолял, чтобы Израиль не был уничтожен, даже если от него, Моисея, будет произведен многочисленный народ. В своей любви к израильтянам он просил, чтобы его имя было изглажено из книги жизни, но только чтобы они не погибли. Он всем рисковал ради них, и вот какую получил за это благодарность. Во всех своих лишениях, даже мнимых страданиях, они обвиняли его, и их нечестивый ропот только утяжелял возложенное на него бремя заботы и ответственности. В отчаянии он был искушаем даже не доверять Богу. Его молитва звучала уже почти как жалоба. «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо, «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Господь внял его молитве и повелел ему собрать семьдесят старейшин израилевых, мужей не только почтенного возраста, но и обладающих чувством достоинства, здравым суждением и опытом. «Возьми их к скиньи собрания», сказал он ему, «чтоб они стали там с тобою». «Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа, который на тебе и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Господь разрешил Моисею выбрать себе самых верных и способных людей, чтобы они разделили с ним эту ответственность. Их влияние сдерживало бы буйство народа и успокаивало бы мятежи. Однако их избрание повлекло за собой серьезные отрицательные последствия. Они никогда не были бы избраны, если бы Моисей проявил веру, соответствующую тем доказательствам, которые он видел при проявлении Божьей силы и милости. Он преувеличивал свои заботы и тяготы, почти забыв о том, что сам был всего лишь орудием, с помощью которого действовал Бог. Он не имел извинения в том, что даже в малейшей степени попускал у себя дух ропота, который был проклятием для Израиля. Если бы он вполне полагался на Бога, тогда Господь постоянно руководил бы им, всякий раз укрепляя его в трудностях. Моисею было велено приготовить народ к тому, что Господь собирался сделать для него. Очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять, не десять и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? «Шестьсот тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь», воскликнул Моисей, «а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и валов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» Господь упрекнул его за такое неверие, говоря, «разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет?» Моисей передал всему собранию слова Господни и объявил о назначении семидесяти старейшин. Задача, поставленная великим вождем перед этими избранными мужами, может служить образцом порядочности для современных судей и законодателей. «Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Книга Второзакония, глава первая, стихи шестнадцатый и семнадцатый. Затем Моисей собрал семьдесят старейшин у скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Подобно ученикам в день Пятидесятницы, они были наделены силой свыше. Богу было угодно таким образом приготовить их для работы и прославить в глазах всего собрания, чтобы люди доверяли им как мужам, избранным Богом, для того, чтобы вместе с Моисеем управлять Израилем. Снова великий вождь доказал свое благородство и бескорыстие. Два человека из семидесяти скромно сочли себя недостойными занять такое ответственное положение, не присоединились к своим братьям скинией. Но дух Божий сошел на них там, где они были, и они также получили дар пророчества. Узнав об этом, Иисус Новин, желая приостановить возникший по его мнению беспорядок и опасаясь, как бы ни возникло разделение, обратился к Моисею, горя готовностью постоять за честь своего господина. «Господин мой», сказал он, «запрети им». Моисей же ответил ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал духа своего на них». И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону кластана, на два почти локтя от земли». Книга чисел, 11 глава, 31 стих. «Весь этот день и ночь и еще следующий день народ трудился, собирая пищу, таким чудесным образом посланную им. Было собрано огромное количество, и кто мало сбирал, тот собрал десять хомеров. Собранных перепелов сушили, так что, как и было обещано, заготовленных запасов хватило на целый месяц». Хотя эта пища вовсе не являлась наилучшим средством поддержания здоровья, Бог напитал ею людей, так как они настойчиво просили об этом. Их не удовлетворяло то, что служило их благу. Мятежные желания были исполнены, но какими страданиями они расплачивались за все это? Алчно набросившись на еду, они были вскоре наказаны за свою неумеренность. Поразил Господь народ весьма великую язву. Немало людей оказались сражены ужасной лихорадкой, а самые злостные виновники заболели сразу же, как только попробовали пищи, которой так вожделели. В Осирофе на следующей стоянке после Таверы Моисея ожидало еще более горькое испытание. Аарон и Мариам занимали высокое почетное положение в Израиле. Оба были наделены пророческим даром и вместе с Моисеем принимали деятельное участие при освобождении евреев. «Я послал перед тобою Моисея Аарона и Мариам » Сила характера Мариам обнаружилась очень рано, когда она, еще будучи ребенком, следила на берегу Нила за маленькой корзинкой, в которой был спрятан младенец Моисей. Ее самобладание и деликатность Бог использовал для сохранения жизни освободителя своего народа. Богат одаренная поэтическими и музыкальными способностями, Мариам была первой среди израильских женщин, устраивавших пение и танцы на берегу Красного моря. После Моисея и Аарона она по праву пользовалась глубокой любовью народа и благоволением неба. Но то же самое зло, которое произвело разделение на небе, зародилось и в сердце этой израильтянки, и ей удалось найти единомышленников. При назначении семидесяти старейшин Моисей не посоветовался с Аароном и Мариам и это возбудило их ревность. В то время, когда израильтяне находились на пути к Синаю, у Моисея гостил его тесть Иофор. Это он посоветовал ему выбрать из среды народа достойных мужей, чтобы те помогали ему. И поскольку Моисей с готовностью принял этот совет, Аарон и Мариам испугались, что Иофор имеет на великого вождя большее влияние, чем они. Когда создавался совет старейшин, им казалось, что их авторитетом и положением пренебрегают. Аарон и Мариам никогда не знали всей тяжести забот и ответственности, которые лежали на Моисея. Но так как они были избраны, чтобы помогать ему, то рассматривали себя руководителями наравне с ним и поэтому считали назначение семидесяти излишним. Моисей, как никто другой, сознавал все значение великой работы, возложенной на него. Он сознавал свое ничтожество и во всем советовался с Богом. Аарон же был гораздо более высокого мнения о себе и меньше полагался на Бога. Он потерпел неудачу, когда, облеченный ответственностью, проявил слабость характера и малодушную уступчивость относительно идолопоклонства у Синая. Но Мариам и Аарон ослепленные ревностью и честолюбием забыли об этом. Аарон был высоко возвеличен Богом. Вся его семья несла на себе ответственность священного служения. Но это положение еще больше увеличивало стремление к самовозвышению. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. Считая себя избранными Богом наравне с Моисеем, они притязали на тот же авторитет и положение. Поддавшись духу недовольства, Мариам нашла причину для ропота, воспользовавшись именно теми событиями, которыми особенным образом управлял Бог. Женить бы Моисея не нравилось ей. Ее фамильная и национальная гордость была уязвлена тем, что он избрал для себя женщину не из израильского народа, а из другого племени. Сепфорой обращались с плохо скрытым презрением. Хотя жена Моисея и названа Ефиоплянкой книга чисел 12 глава 1 стих, она была мадьянитянкой и, следовательно, принадлежала к потомству Авраама. Своей внешностью она отличалась от еврейских женщин, будучи значительно смуглее их. Хотя и не являясь израильтянкой, Сепфора была поклонницей истинного Бога. Она была робкой, застенчивой, нежной, любящей и преисполненной сострадания. Потому-то Моисей по дороге в Египет согласился отправить ее назад в Мадиамскую землю. Он желал избавить ее от боли, которая причинила бы ей созерцание судов Господних, грозивших египтянам. Когда Сепфора вновь прибыла к своему мужу в пустыню, она увидела, как изнурительно бремя его ответственности, и поделилась своими опасениями за здоровье Моисея с Сеофором, который и предложил облегчить его труды. В этом и заключалась главная причина неприязни Мариаме к Сепфоре. Оскорбленная мнимым пренебрежением к себе и Аарону, она считала жену Моисея главной виновницей всего этого и решила, что, находясь под ее влиянием, Моисей не будет, как прежде, обращаться к ним за советом. Если бы Аарон вообще умел твердо постоять за справедливость, он мог бы пресечь зло. Но вместо того, чтобы указать Мариаме на греховность ее поведения, он сочувственно выслушивал все ее жалобы и таким образом разделил ее ревность. Моисей выслушал своих обвинителей молча и без жалоб. Эту привычку он выработал в себе на протяжении долгих лет тяжелого труда и томительного ожидания в Мадиамской земле, развив в себе дух смирения и долготерпения. Она помогла ему с терпением относиться к неверию и ропоту народа, а также гордости и зависти тех, кому следовало бы безотказно помогать ему. Моисей был самым кротким человеком из всех живущих на земле, поэтому ему, как никому другому, были дарованы божественная мудрость и руководство. Писание говорит «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим» книга Псалтырь 24 глава 9 стих Бог руководит кроткими потому, что они восприимчивы к наставлениям и охотно воспринимают их. Они горят искренним желанием знать и исполнять волю Божью. Обетование спасителя гласит «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем мучении» Евангелие дающего всем просто и без упреков и дастся ему. Послание Акова 1 глава 5 стих Но его обетование относится только к тем, кто охотно и беззаветно следует за Господом. Бог не порабощает ничьей воли. Поэтому он не может управлять теми, кто слишком горд, чтобы учиться, кто настойчиво идет своей дорогой. А человеке двоедушном, который старается следовать собственной воле, хотя и уверяет, что исполняет волю Божью, так написано. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова 1 глава 7 стих Бог избрал Моисея и наделил его святым духом, а Мариам и Аарон своим ропотом виновны не только перед избранным вождем, но также и перед самим Богом. Наушники и обольстители были призваны к дверям скинии и оказались лицом к лицу с Моисеем. И сошел Господь в облачном столбе и стал и позвал Аарона и Мариам. Их пророческий дар был неоспорим и Бог мог говорить с ними в видениях и снах. Но Моисей, о котором сам Бог сказал, что он верен во всем дому моему, более тесно общался с Богом. С ним Бог говорил устами к устам, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. И воспламенился гнев Господа на них и он отошел. И в знак Божьего неодобрения облако оставила Скинию и Мариам покрылась проказой, белой как снег. Аарон был пощажен, но в наказании Мариаме он видел суровый упрек к себе. Теперь их гордость смирилась в прах. Аарон исповедал их грех и умолял, чтобы его сестра не была брошена на произвол этой ужасной смертельной болезни. В ответ на молитву Моисея Мариам была очищена от проказы, но все же должна была оставаться вне стана в течение семи дней. До тех пор, пока Мариам не удалилась из стана, символ божественной милости не почивал на Скинии. В знак уважения к ее высокому положению и сочувству ее горю, весь народ оставался в Оссерофе, ожидая ее возвращения. Это проявление Господнего неодобрения должно было послужить предостережением для всего Израиля, чтобы положить конец растущему недовольству и неповиновению. Если бы зависть и раздражение Мариами не были мгновенно наказаны, они стали бы источником великого зла. Зависть – самое сатанинское чувство, которое может жить в человеческом сердце и которое является самым гибельным по своим последствиям. Мудрец говорит, жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Книга притчей Соломоновых, 27 глава, 4 стих. Зависть нарушила небесную гармонию и потворство ей приводит к неописуемым человеческим несчастьям. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Послание Якова, 3 глава, 16 стих. Говорить плохое о других или делать себя судьями их мотивов или поступков не такое безобидное дело, как думают многие. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон, и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Послание Якова, глава 4 стих 11. Есть только один судья, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание Коринфянам, глава 4 стих 5. Библия. берет на себя право судить и порицать своих ближних, тот незаконно присваивает себе это право Творца. Библия особо наставляет нас быть внимательными и не бросать с легкостью обвинения тем, кого Бог призвал быть его посланниками. Апостол Петр, описывая отверженных грешников, говорит, что они идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Второе послание Петра, 2 глава, 10-11 стихи. И Павел учит правильно относиться к тем, кто поставлен управлять церковью. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Первое послание Тимофею, 5 глава, 19 стих. Тот, кто возложил на людей тяжелую ответственность быть руководителями и учителями его народа, спросит с них, как они обращались с его слугами. Мы должны уважать тех, кого возвеличил Бог. Наказание, которому подверглась Мариам, служит укором всем, кто подается чувству зависти и рубщит против тех, на кого Бог возложил бремя своих трудов. Глава 34 Спустя 11 дней после того, как евреи оставили гору Хариф, они расположились Станом в Кадессе, в пустыне Фаран, неподалеку от обетованной земли. Было предложено направить туда людей, которые осмотрели бы землю. Моисей сообщил об этом Богу и получил разрешение с указанием послать от каждого колена одного из начальников. Люди были избраны и Моисей повелел им пойти осмотреть землю и узнать, что она собой представляет. Ее расположение природные особенности, какой народ там живет, сильный или слабый и какова тамошняя земля, способна ли она плодоносить, урожайна ли. Посланные люди осмотрели всю землю от южных ее границ до крайних северных. Они вернулись через сорок дней. Израильский народ лелеял в сердце радужные надежды и с особым нетерпением ждал своих посланных. Весть об их возвращении неслась от колена к колену и повсюду вызывала радость. Люди вышли встретить своих посланцев, которые благополучно вернулись после опасного предприятия и принесли образцы плодов той земли, свидетельствующие о плодородии почвы. Как раз было время сбора винограда и они взяли такую роскошную гроздь, что ее нужно было нести вдвоем. Они взяли также смоквы и гранаты, росшие там в изобилии. Люди ликовали, что вскоре станут обладать столь прекрасной страной. Внимательно, стараясь не пропустить ни слова, слушали они, о чем говорили Моисею вернувшиеся люди. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас», начали соглядатые. «В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Придя в неописуемый восторг от этих слов, народ уже был готов повиноваться голосу Божьему тотчас же пойти, чтобы овладеть той землей. Но после того, как посланцы описали ее красоту и плодородие, все, кроме двоих, стали говорить о трудностях и опасностях, с которыми придется столкнуться израильскому народу при покорении Ханаана. они перечислили все могущественные племена, заселявшие различные уголки земли, и рассказали, что города там большие и обонесены стенами, а народы, живущие в них, сильны, и победить их никак не удастся. Еще они сказали, что видели великанов, сынов Янаковых, что даже думать бесполезно о том, чтобы овладеть той землей. После этих рассказов настроение изменилось. Когда посланцы выразили неверие, поселившиеся в их сердцах, исполненных разочарования, внушаемого им сатаной, надежда и отвага народа уступили место малодушному отчаянию. Неверие бросило мрачную тень на все собрание, и могущественная сила Божья, так часто проявлявшаяся во благо избранного народа, оказалась забыта. Люди не остановились, чтобы глубоко поразмыслить над всем, что они видели и переживали. Они не подумали о том, что тот, кто вел их до сих пор, несомненно, введет их в эту добрую землю. Они не вспомнили о том, как Господь чудесно избавил их от притеснителей, проложив им дорогу среди моря и уничтожив преследующие их войска фараона. Они утратили из виду Бога и действовали так, будто все зависело от силы их оружия. В своем неверии они умолили силу Божью и сомневались в надежном руководстве того, кто до сих пор безопасно вел их. Они вновь, как и в прошлом, возроптали против Моисея и Аарона. Вот и настал конец всем нашим радужным надеждам, говорили они, и чтобы обладать лишь этой пустыней, мы проделали весь тяжелый путь из Египта. Они обвиняли своих вождей в том, что те обманывали народ и принесли Израилю столько бед. В своем разочаровании народ дошел до отчаяния. Поднявшийся мучительный вопль смешался с приглушенным шумом недоуменных голосов. Халев оценил ситуацию и отважился встать на защиту Слова Божьего, делая все, что было в его силах, чтобы противодействовать злому влиянию своих малодушных товарищей. На какое-то мгновение народ утих, прислушиваясь к его словам ободрения и надежды об обетованной земле. Он не отрицал, что города этой страны укреплены высокими стенами, а люди сильны и воинственны, но Бог пообещал эту землю Израилю. «Пойдем и завладеем ею», настойчиво продолжал Халев, «потому что мы можем одолеть ее». Однако остальные десять товарищей, ходившие с ним, прервали его и в еще более мрачных красках, чем прежде, начали описывать все предстоящие трудности. «Не можем мы идти против народа сего», заявили они, «ибо он сильнее нас. Весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Эти люди, избрав неверный путь, упорно противились Халеву, Иисусу Новину, Моисею и Богу. Каждый шаг вперед делал их еще непреклоннее. Они были полны решимости остановить всякую попытку овладеть Ханааном. «Это земля, поедающая живущих на ней», говорили они. Стремясь оказать на народ свое пагубное влияние, они искажали правду. Это был не только недобрый отчет, но также лживый и непоследовательный. Саглядатые сказали, что страна плодородна и люди там из Полинского телосложения, но все это было бы невозможно, если бы климат там был настолько нездоровым, что земля-то, по их словам, поедает живущих на ней. Предав свои сердца неверию, люди отдались во власть сатаны, и никто не мог сказать, как далеко он их заведет. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Сразу же вспыхнули восстания и мятеж, ибо сатана полностью овладел людьми, и они, казалось, лишились рассудка. Они проклинали Моисея и Аарона, забыв, что Бог слышит их нечестивые речи, и что ангел его присутствие, обличенный в облачный столб, является свидетелем ужасных приступов их ярости. Они с горечью кричали, «О, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей?» Затем все их чувства поднялись против Бога. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Таким образом, они обвиняли не только Моисея, но и самого Бога в обмане, в том, что им была обещана земля, в которую они теперь не в состоянии войти. Они дерзнули даже выбрать из своей среды начальника, под водительством которого решили возвратиться в землю своих страданий и рабства, откуда были выведены могущественной рукой всесильного. «В смирении и отчаянии пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, не зная, что предпринять, чтобы удержать их от столь необдуманного безрассудного шага». Халев и Иисус Новин пытались со своей стороны успокоить поднявшийся мятеж. С разодранными в знак скорби и возмущения одеждами они бросились в народ, и над бурей причитаний и негодующих криков раздались их звонкие голоса. «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не выставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Беззаконие хананеев было столь велико, что Господь больше не желал терпеть их. Он лишил их своей защиты и они могли стать легкой добычей. По завету Божьему, земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных саглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а десять побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не десяти. Здесь же лишь двое защищали правду, а десять подстрекали к бунту. Халев и Иисус Новин громко обличали неверных саглядатаев, но все стали кричать, что их самих надо побить камнями. Обезумевшие люди схватили камни, чтобы побить этих верных людей. С пронзительными воплями, словно сумасшедшие, они ринулись вперед, но вдруг камни выпали из их рук, они смолкли и затрепетали от страха. Бог вмешался, чтобы пресечь кровопролитие. Слава его присутствия, подобно вспышке света, осветила скинию. Весь народ смотрел на знамение Господа. Некто более могущественный, чем они, явил себя, и теперь никто не осмеливался возмущаться. Лживые саглядатые, пораженные ужасом, с затаенным дыханием, бросились к своим шатрам. Тогда Моисей поднялся и вошел в скинию. Господь сказал ему, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но снова Моисей начал умолять Господа пощадить людей. Он не мог согласиться с тем, чтобы они погибли, а от него произошел более могущественный народ. Взывая к милосердию Божьему, он воскликнул. «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели». Господь обещал Моисею пощадить израильтян и не подвергать их непосредственному уничтожению. Но из-за их неверия и малодушия он больше не мог проявить могущество и покорить их врагов. Поэтому в своем милосердии он повелел им избрать единственный безопасный путь и повернуть обратно к Красному морю. Бунтуя, народ восклицал, «О, если бы мы умерли в пустыне сей!» Теперь это желание могло быть удовлетворено. Господь сказал, «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». А о халеве он сказал, «Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». И как саглядатые в течение сорока дней совершали свое путешествие, так и израильское ополчение должно было в течение сорока лет блуждать по пустыне. Когда Моисей сообщил израильтянам божественное решение, их ярость превратилась в скорбь. Они сознавали, что вынесенный приговор справедлив. Десять лживых саглядатаев, пораженные язвой, погибли на глазах всего Израиля, и в постигшей их участи народ видел свою судьбу. Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем греховном поведении, но на самом деле они больше скорбели о последствиях своего нечестия, нежели о собственной неблагодарности непослушании. Когда они говорили, что Господь не изменит приговор, упрямство вновь заговорило в них, и они объявили, что не возвратятся обратно в пустыню. Повелевая им отступить от земли врагов, Бог испытывал их мнимую покорность и доказал, что на деле они не имели ее. Они знали, что тяжело согрешили, позволив дурным чувствам овладеть собой и желая побить камнями тех соглядатаев, которые настойчиво умоляли их повиноваться Богу, но в действительности они страшно боялись последствий, которые стали для них роковыми. Их сердца не изменились. Единственное, что им было нужно, приписать случаю то, что едва не произошло. Это обнаружилось, когда Моисей от имени Бога повелел им вернуться в пустыню. Божественное решение о том, что Израиль не войдет в Ханаан на протяжении сорока лет, повергло Моисея, Аарона, Халева и Иисуса Новина в горькое разочарование. Однако они безропотно подчинились этому решению. Но те, кто был недоволен Божьими действиями и заявил о своем решении возвратиться в Египет, горько плакали и скорбили об утрате благословений, которые сами же отвергли. Прежде они жаловались по пустякам, теперь, по воле Бога, у них была настоящая причина для рыданий. Если бы они сокрушались о своем грехе, когда он был верно им растолкован, тогда Бог не вынес бы такого приговора. Но они горевали о суде, совершенном над ними, их скорбь не была раскаянием и поэтому не могла спасти от приговора. Ночь прошла в плаче, но наутро в их сердцах вновь воскресла надежда. Они решили искупить свое малодушие. Когда Господь повелел им пойти овладеть землей, они отказались, а теперь, когда Он приказал им возвратиться обратно, они оставались все теми же мятежниками. Они решили сами пойти и овладеть землей. Может быть, размышляли они, Господь одобрит их смелость и изменит свой приговор. В назначенное время Бог дал им преимущество и даже вменил в обязанность войти в эту землю. Но из-за их своевольного пренебрежения это право у них было отнято. Сатана достиг цели, не дав им войти в Ханаан, а теперь внушал, чтобы, вопреки Божьему запрещению, они сделали то, от чего отказались тогда, когда Он требовал этого. Толкая их таким образом второй раз на восстание, великий обманщик снова одержал победу. Раньше они сомневались в силе Божьей, которая поможет им овладеть землей, а теперь надеялись достичь этого своими личными усилиями, независимо от божественной помощи. «Согрешили мы пред Господом», кричали они, «пойдем и сразимся», как повелел нам Господь. Книга Второзакония, глава 1, стих 41. Как жестоко ослепил их грех. Господь никогда не поручал им идти и сражаться. В его намерение совершенно не входило, чтобы они завоевывали обетованную землю. Они должны были овладеть ею, неукоснительно слушаясь его повелений. Хотя сердца их не изменились, все же они были вынуждены исповедать свой грех и безумие своего восстания после сообщения посланцев. Теперь они оценили те благословения, которые с такой яростью отвергли. Они признали, что только из-за собственного неверия не вошли в Ханаан. Согрешили мы, говорили они, признавая, что ошибку совершили они, а не Бог, которого они так зло обвиняли в бессилии исполнить свои обетования. Хотя их исповедание и не было следствием истинного раскаяния, оно послужило подтверждением божественной справедливости в обращении с его народом. Подобным образом Господь действует и сейчас, прославляя свое имя тем, что приводит людей к признанию своей справедливости. Когда же те, кто говорил о любви к нему, остаются недовольны его проведением, отвергают его обетование, то, поддаваясь искушению, тем самым соединяются со злыми ангелами, чтобы разрушить планы Божьи. Тогда Господь управляет обстоятельствами так, что, хотя эти люди и не раскаиваются искренно, в конце концов они вынуждены признать свой грех, недостойность своего поведения и справедливость и милость Божьего обращения с ними. Вот таким образом трудится Господь, чтобы разоблачить действия сил мрака. И хотя тот Дух, который подстрекался грешивших ко злу и не изменен в корне, все же принесенное исповедание защищает честь Божью и оправдывает тех, кто правильно порицает грех и по этой причине терпит сопротивление и поношение. Так случится тогда, когда гнев Божий окончательно будет излит на землю, когда Господь придет со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми, Он также обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. Послание Иуды, стихи 14 и 15. Каждый грешник будет вынужден признать справедливость своего осуждения. Невзирая на божественное решение, израильтяне приготовились завоевать Ханаан. Вооружившись, они, по собственному мнению, были вполне готовы к сражению, но в очах Господа и его опечальных слух выглядели безумными. Когда спустя приблизительно сорок лет Господь повелел Израилю пойти и овладеть Иерихоном, Он обещал, что пойдет с ними. Ковчег, содержавший его закон, несли впереди войска. Назначенные им вожди должны были следовать божественным указанием. При таком руководстве ничего плохого не могло случиться с ними, но сейчас они отправились сразиться с врагом вопреки божественному повелению и торжественному запрещению своих вождей без Ковчега и Моисея. Трубы протрубили тревогу и Моисей поспешил предупредить их. Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча. Хананеи уже слышали о таинственной силе, которая охранял этот народ и о чудесах, которые были совершены ради него. И теперь они собрали мощное войско, чтобы отразить удар захватчика. Нападающие же не имели вождя. Ни одна молитва не была вознесена Господу с просьбой даровать им победу. Они бросились в бой с отчаянной решимостью или изменить уготованную им участь или умереть в битве. Хотя и не имея большого военного опыта, они все же располагали немалым числом вооруженных мужчин и надеялись внезапной стремительной атакой сломить сопротивление врага. Они самонадеянно бросили вызов врагу, который, в свою очередь, не осмеливался нападать на них. Хананеи расположились на скалистом плато, куда можно было добраться только по крутым и труднопроходимым тропам. Поэтому многочисленная армия израильтян могла лишь сделать свое поражение еще более ужасным. Они медленно продвигались по горным тропам, подставляя себя под смертельные удары врагов, находившихся на вершине. Сверху с оглушительным шумом на них летели огромные валуны, которые, стремительно несясь вниз, обогрели свой путь кровью убитых. Достигшие же вершины и смертельно уставшие от тяжелого подъема были сброшены жестоким натиском врага. Число жертв было огромно. Поле боя усели трупы. Израильская армия оказалась полностью разгромлена. Уничтожение смерть вот к чему привела смута. Вынужденные в конце концов отступить, уцелевшие возвратились и плакали пред Господом. Но Господь не услышал. Книга Второзакония, глава 1, стих 45. Эта выдающаяся победа врагов над Израилем, приближение которого Хананеи ожидали с таким трепетом, придала им твердую решимость для дальнейшего сопротивления. Все ранее слышанное о чудесах, совершенных Богом для своего народа, они теперь посчитали ложью и чувствовали, что напрасно так боялись евреев. Первое поражение Израиля, предавшие столько смелости и решительности Хананеям, весьма осложнило дальнейшее завоевание их страны. Израильтянам больше ничего не оставалось, как покинуть победившего врага и удалиться в пустыню, зная, что она станет могилой для целого поколения. Глава тридцать пятая Восстание Корея Книга числа главы шестнадцатая и семнадцатая Суды, постигшие израильтян, некоторое время сдерживали ропот и непокорность народа, но мятежный дух, все еще живший в их сердцах, впоследствии принес самые горькие плоды. Прежние недоразумения были просто обыкновенными бунтами, возникавшими от случайно вспыхивавшего недовольства возбужденного множества, но то, что произошло теперь, явилось результатом тщательно разработанного заговора с целью свергнуть власть вождей, поставленных Богом. Корей, возглавивший это восстание, был левит из семьи Каафа и приходился двоюродным братом Моисею. Это был талантливый человек, пользовавшийся влиянием в народе. Хотя на него и возложили ответственность служить в Скинии, он недовольствовался этим и страстно желал стать священником. Раньше священником мог быть каждый первородный в семье, но когда это право стало достоянием только Аарона и его семьи, чувство зависти и негодования овладели сердцем Кореи, и некоторое время он тайно противился власти Моисея и Аарона, не осмеливаясь все же открыто проявить свое недовольство. Постепенно у него созрел дерзкий план свергнуть как гражданскую, так и духовную власть. Недостатков сочувствующих не было. Неподалеку от шатров Корея и Каафетян с южной стороны Скинии располагалось колено Рувимова и шатры Дафана и Аверона, князей этого колена. Они охотно поддержали честолюбивые планы Кореи. Будучи потомками старшего сына Иакова, они претендовали на гражданскую власть, а также вместе с Кореем хотели разделить почести священства. Настроение народа благоприятствовало замыслом Корея. Горько разочарованным в своих радужных надеждах людям немного было нужно, чтобы снова испытать чувство зависти, сомнений, ненависти и, как и раньше, все их негодование обрушилось на голову их терпеливого вождя. Израильтяне постоянно забывали, что они находятся под водительством Бога, что ангел Завета, их невидимый вождь, что Христос, облеченный в облачный столб, шел впереди них, и что от Него Моисей получал все указания. Они не хотели примириться с ужасом вынесенного им приговора. Они никак не могли свыкнуться с мыслью, что им придется умереть в пустыне. И, конечно, постоянно искали любой повод, чтобы поверить в то, что не Бог, а Моисей, начальствующий над ними, предрек их участь. Самые искренние попытки кратчайшего человека на земле подавить вспыхнувшее возмущение ни к чему не привели. И хотя последствия Божьего гнева, вызванного их прошлым упрямством, все еще явственно ощущались в их поредевших рядах, все же это мало чему научило их. Искушение снова одержало победу над ними. Прежняя скромная пастушеская жизнь Моисея была гораздо спокойнее и счастливее его теперешнего положения вождя этого многочисленного мятежного народа. Однако Моисей не осмеливался делать выбор. Вместо пастушьего посоха ему вручили скипетр, который он не мог выпустить из рук до тех пор, пока Бог не освободит его. Тот, кто читает тайные помыслы всех сердец, знал о намерении Кореи и его друзей и дал своему народу соответствующие предостережения и указания, чтобы он сумел избежать обмана со стороны этих коварных людей. Люди видели, как суд Божий настиг Мариам за то, что она питала чувство зависти и недовольства к Моисею. Господь объявил, что Моисей более чем пророк. «Устами к устам говорю я с ним, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея». Книга числа, глава 12, стих 8. Эти слова относились не только к Мариаме и Аарону, но и ко всему Израилю. Корей и его сообщники были удостоены особых милостей. Они принадлежали к числу тех, кто восходил на гору и созерцал божественную славу. Но с тех пор они изменились. Сначала они поддались небольшому искушению, которое, не встретив с их стороны сопротивления, все крепло, пока, наконец, сатана не владел их разумом, и они не осмелились открыто выразить свое возмущение. Якобы, интересуясь благосостоянием народа, они на первых порах поделились своим недовольством друг с другом, а затем и с начальниками Израиля. Их нашептывания были приняты с такой готовностью, что они отважились на большее, пока, в конце концов, действительно не поверили, что ими движет ревность о Боге. Им удалось привлечь на свою сторону 250 князей, пользующихся славой в народе. Опираясь на поддержку этих сильных и влиятельных людей, они надеялись произвести коренную перемену в существующем правлении Моисея и Аарона и намного улучшить его. Ревность возбудила зависть, а зависть привела к восстанию. Обсудив вопрос о праве Моисея на такую большую власть и уважение, они пришли к выводу, что высокого положения занимаемого им мог быть удостоен и обманывая других, они думали, что Моисей и Аарон самовольно захватили власть в свои руки. Недовольные говорили, что их вожди вознесли себя над всем собранием Господним, нечестивым образом завладев правами священства и правления, и это при том, что они ничем не отличаются от других семей в Израиле. Они не более святы, чем остальной народ, и потому пусть бы довольствовались одинаковым положением со всеми братьями, которые в равной с ними мере пользовались Божьей защитой и были удостойны созерцать его присутствие. Теперь заговорщикам оставалось провести работу среди народа. Для тех, кто согрешил и заслуживает порицания, нет ничего приятнее, чем услышать слова сочувствия и поощрения. Именно так Корей и его друзья вошли в доверие к народу и заручились его поддержкой. Они убеждали людей, будто обвинение в том, что их ропот вызвал гнев Божий, ложь. Они говорили, что общество находилось в этом случае на правильном пути, отстаивая ничто иное, как свои права, и только Моисей, властный повелитель, обвинял их в грехе, а на самом деле они народ святой, и Господь живет среди них. Корей вспомнил историю их странствований в пустыне, где они столько раз попадали в трудное положение и где многие погибли из-за ропота и непокорности. Слушателям его казалось, что они увидели все пережитое в новом свете, что если бы Моисей поступил иначе, они никогда бы так не страдали. Они пришли к выводу, что он был виновником всех их несчастий, и что только вследствие неправильного образа действия Моисея и Аарона они не вошли в Ханаанскую землю, что если бы Корей был их вождем и вместо того, чтобы порицать за грехи, побуждал к добрым делам, их странствия были бы мирными и увенчались полным успехом. Вместо блуждания по пустыне взад и вперед, они направились бы прямо к обетованной земле. Эта подрывная работа привела к небывалому согласию между всеми недовольными, объединившимися вместе. Успех Кореи в народе укрепил его уверенность и утвердил во мнении, что узурпация власти Моисеем, если ее не пресечь, окажется роковой для свободы Израиля. Он утверждал, что Бог открыл ему все это и уполномочил выбрать новое правление, пока еще не слишком поздно. Однако многие не были готовы принять обвинение Кореи против Моисея. Память о его терпеливом, самоотверженном спокойно. Поэтому глубокую заинтересованность Моисея в Израиле необходимо было приписать какому-либо корыстному побуждению, воздвигая против него старое обвинение в том, что он вывел людей из Египта только чтобы погубить их в пустыне, а затем завладеть их имуществом. Некоторое время все это делалось втайне. Но вскоре, когда движение приобрело достаточную силу, чтобы вылиться в открытое восстание, Корей возглавил бунт и публично обвинил Моисея и Аарона в незаконном захвате власти, которую он, Корей и его сообщники, были вправе разделять с ними. Он обвинял их также в том, что они лишили народ права на свободу и независимость. «Полно вам», сказали им заговорщики, «все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей и не подозревал об этом тщательно разработанном заговоре, и когда он во всей своей страшной действительности открылся перед ним, Моисей упал на лицо свое и молча взывал к Богу. Глубоко опечаленный, он поднялся на ноги, спокойный и сильный. Ему была обещана защита. «Завтра, сказал он, покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Намеренно был дан испытательный срок до завтра, чтобы все имели достаточно времени для обдумывания. Затем те, кто претендовал на священство, должны были взять кадильницы и вознести курение в Скинии перед всем собранием. Закон ясно говорил, что только рукоположенные на это святое служение могут служить в святилище. Даже священники Надав и Авиуд были умершвлены за то, что дерзнули принести чуждый огонь и тем самым пренебрегли божественным повелением. Однако Моисей заявил своим обвинителям, что если они осмеливаются совершить подобное, они должны обратиться с этим к Богу. Собрав Корея и его друзей Левитов, Моисей сказал им, «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при Скинии Господней и стояли пред обществом служа для них? Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. И так ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» Дофан и Аверон не проявили такой смелости, как Корей, и надеясь, что они просто вовлечены в заговор, но еще не полностью развратились, и, может быть, еще удастся их образумить, Моисей позвал их к себе, чтобы от них самих услышать обвинение против себя. Но они отказались прийти, не признавая его авторитета. Перед всем собранием они ответили Моисею, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Таким образом, вспоминая страну своего рабства, они употребили те же самые слова, которыми Бог описывал обещанные наследства. Они обвиняли Моисея в том, что он, притворяясь, будто действует под божественным руководством, старался установить свою власть и заявляли, что больше не будут подчиняться ему, и, как слепые, то идти к Ханаану, то снова возвращаться в пустыню, и все ради осуществления его чистолюбивых намерений. Так, того, кто был для них нежным отцом, терпеливым пастырем, теперь очернили как тирана и узурпатора. Вину за то, что они в наказании за свои грехи были лишены права войти в Ханаанскую землю, также возложили на него. Было очевидно, что симпатии народа на стороне восставших, но Моисей не сделал ни единого шага для самозащиты. Перед всем собранием, свидетельствуя о чистоте своих мотивов и честности поступков, он в сердечной молитве обращался к Богу, умоляя быть его судьей. На следующий день перед всем собранием предстали 250 князей во главе с Кореем с кадильницами в руках. Они вошли во двор скинии, в то время как весь народ стоял снаружи, ожидая, что же произойдет. Это не Моисей собрал людей, чтобы они видели поражение Корея и его сообщников. Это в своей слепоте сделали те же самые мятежники, чтобы все стали свидетелями их победы. Большая часть собравшихся была на стороне Корея, который питал немалую надежду одержать победу над Аароном. Когда они таким образом собрались пред лицо Божье, явилась слава Господня всему обществу. Затем Моисей и Аарон получили божественное предостережение. Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Но они с молитвой пали на лица свои. Боже, Боже духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. Корей оставил собрание и пошел, чтобы присоединиться к Дафану и Аверону. В то время как Моисей, сопровождаемый семью десятью старейшинами, направился сказать последние слова предупреждения тем, кто отказался прийти к нему. Народ последовал за ним, и перед тем, как объявить слова грядущего наказания, Моисей, следуя божественному повелению, произнес, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Народ повиновался, ибо всех охватило какое-то мрачное предчувствие надвигающейся опасности. Главные мятежники видели, как все те, кого они увлекли, оставили их. Но это не поколебало их твердости. Они стояли вместе со своими семействами у дверей шатров, как бы бросая вызов божественному предостережению. Теперь во имя Бога Израилева Моисей сказал во всеуслышание всему собранию. Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Глаза всех израильтян были обращены на Моисея. Люди, охваченные ужасом, ожидали, что же произойдет. Как только Моисей перестал говорить, земля разверзлась, и мятежников живыми со всем, что им принадлежало, поглотила бездна. И погибли они из среды общества. Люди, сознавая себя причастными ко греху, бросились бежать. Но суд не кончился. Огонь, вышедший из облака, пожрал тех 250 князей, которые вознесли курение. Эти люди не были зачинщиками мятежа, и поэтому их не уничтожили вместе с его главарями. Им было позволено увидеть, как наказаны те, кто ввел их в заблуждение, и была дана возможность раскаяться. Но они по-прежнему сочувствовали мятежникам, и потому разделили их участь. Божественный суд не разразился бы над Кореем и его сообщниками, если бы они раскаялись и искали прощения, когда Моисей умолял зероэльтян бежать от надвигающейся гибели и предостерег людей. Но упрямое сопротивление решило их судьбу. Все собрание было виновно в их преступлении, ибо в большей или меньшей мере сочувствовало им. Однако Бог в Своем великом милосердии разграничил вождей восстания и тех, кого они совратили. У обманутых была возможность раскаяться. Правота Моисея и заблуждения бунтовщиков были неопровержимо доказаны. Видимое проявление божественного могущества устранило всякое сомнение. Иисус, ангел, идущий впереди израильского народа, пытался спасти его от погибели. Израильтяне имели возможность получить прощение. Суд Божий приблизился к ним и призывал их к покаянию. Решительное вмешательство неба положило конец их возмущению. И если бы теперь они откликнулись на призыв божественного проведения, они были бы спасены. Но в то время как они избегали Божьих судов, опасаясь гибели, их мятежный дух не угас. В тот вечер они возвратились к своим шатрам напуганные, но не раскаившиеся. Обольщенный Кореем и его сообщники, люди действительно поверили в свою добропорядочность и в то, что Моисей обижает и унижает их. Если они согласятся с тем, что Корей и его сообщники неправы, а Моисей прав, тогда придется признать, что приговор умереть в пустыне произнесен Богом. Они не желали подчиниться этому и пытались уверить себя, что Моисей обманул их. Они лелеяли светлую надежду, что будет учреждено новое правление, при котором упреки сменятся похвалой и вместо тревоги и несогласия наступит успокоение. Погибшие мужи говорили им лестные слова и проявляли интерес и любовь. И израильтяне решили, что Корей и его друзья были добрыми людьми, а Моисей неким образом являлся причиной гибели. Когда люди пренебрегают тем, что Бог предлагает для их спасения или отвергают его помощь, они наносят ему наихудшее оскорбление. Израильтяне так и поступили, более того, они намеревались убить Моисея и Аарона. Им даже в голову не приходило, что необходимо искать прощение у Бога за свой тяжелый грех. То ночь испытания они провели не в раскаянии и исповедании, но в измышлении различных способов, опровергающих доказательства ненависть к людям, назначенным Богом, и решили оспаривать их власть. А сатана был уже тут как тут, чтобы извратить их суждения и ослепленными вернуть в погибель. Весь Израиль, охваченный смятением при крике обреченных грешников, поглощенных пропастью, бросился бежать, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. На другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорила «Вы умертвили народ Господень!» И они уже были готовы прибегнуть к насилию над своими верными самоотверженными вождями. Над Скинией вдруг явилась слава, и из облака послышался голос, обращавшийся к Моисею и Аарону «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Грех не тяготел над Моисеем, и поэтому он бесстрашно продолжал стоять, не желая оставить все собрание на краю гибели. Моисей медлил и в минуты этого ужасного кризиса проявил подлинную любовь пастыря к своему стаду. Он молил, чтобы гнев Божий не уничтожил полностью его избранный народ. Своим заступничеством он остановил руку мщения, и непокорный мятежный Израиль не был окончательно уничтожен. Но ангел гнева вышел, чтобы поражать, и язва совершала свое губительное дело. Повинуясь приказу брата, Аарон взял кадильницу и поспешил в середину собрания, чтобы заступить народ. Стал он между мертвыми и живыми. В то время, как вознесся дым курения, Бог услышал молитву Моисея в Скинии, и поражение прекратилось. Но 14700 израильтян пали, став жертвой собственного ропота и возмущения. Затем последовало еще одно доказательство того, что право священства закреплено за семьей Аарона. По божественному повелению, каждая колена приготовила жезл и написала на нем свое имя. Имя Аарона находилось на жезле Левия. Жезлы положили в Скинии собрания пред Ковчегом Откровения. Расцветший жезл должен был явиться знаменем того, что Господь избрал это колено для священного служения. На следующий день жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Его показали всему народу и затем положили в Скинии Откровения как свидетельство всем грядущим поколениям. Это чудо неоспоримым образом разрешило вопрос о священстве. Теперь полностью было доказано, что Моисей и Аарон говорили от имени Божьего. И народу пришлось признать неприятную для себя истину, что придется умереть в пустыне. Вот воскликнули они, мы умираем, погибаем, все погибаем. Теперь они признали, что согрешили, взбунтовавшись против своих вождей, и что Корей и его сторонники понесли справедливое Божие наказание. В восстании Корея в уменьшенном масштабе проявились действия того духа, который привел к восстанию сатаны на небе. Гордость и честолюбие привели Люцифера к недовольству правлением Божьим и к попытке свергнуть порядок, установленный на небе. После своего падения он поставил перед собой цель возбуждать в людях тот же дух зависти и недовольства, те же притязания на положение и славу. Таким же образом он воздействовал на Корея, Дафана и Аверона, насаждая в них честолюбие, зависть, недоверие и мятежные чувства. Сатана заставил их отвергнуть Бога как своего вождя, вынудив отвергнуть людей, назначенных им. Робща против Моисея и Аарона они хулили Бога и при этом настолько заблуждались, что считали себя праведными, а тех, кто добросовестно обличал их грехи орудиями сатаны. Разве и сегодня не существуют те же пороки, которые явились главной причиной гибели Кореи? Гордость и честолюбие широко распространены, и когда люди вынашивают в себе эти чувства, они открывают дверь зависти, начинается борьба за превосходство, душа удаляется от Бога и бессознательно становится в ряды приближенных сатаны. Подобно Корею и его сообщникам, многие, даже из так называемых последователей Христа, строят различные планы и так усердно добиваются собственного возвышения, что, желая обрести сочувствие и поддержку, готовы извращать истину, в ложном свете выставлять слуг Божьих и даже обвинять их в низких и эгоистических стремлениях, которые руководят ими самими. Упорно настаивая на свои лжи, вопреки всем доказательствам, они, наконец, убеждают себя, что это правда, пытаясь разрушить доверие народа к людям, назначенным Богом, они искренне считают, что поступают правильно и совершают работу Божью. Евреи не желали покориться повелением и ограничением Господа. Они не могли покорно относиться к запретам и не хотели принимать обличения. В этом-то и была причина их ропота против Моисея. Если бы им разрешили делать то, что они хотели, было бы меньше жалоб на их вождя. На протяжении всей истории церкви слуги Божьи сталкиваются с проявлениями такого же духа. Потворствуя греху, люди тем самым открывают сатане доступ к своему разуму и постепенно переходят от одной ступеньки беззакония к другой. Отвергая свет, они омрачают ум и ожесточают сердце, так что им становится легче сделать еще один шаг к греху и отренуть еще более яркий свет, пока, наконец, привычка совершать злые поступки не укоренится окончательно, и тогда грех перестает быть для них грехом. Тот, кто верно проповедует Слово Божье и обличает грехи, часто навлекает на себя их ненависть. Не желая выносить боль жертвы, необходимой, чтобы измениться, люди ополчаются против слуги Божьего и объявляют все его обличения незаслуженными и слишком суровыми. Подобно Корею, они объявляют народ невиновным, а обличители считают причиной всех бед. Успокаивая свою совесть этим обманом, завистники и недовольные объединяются, чтобы сеять раздор в церкви и ослаблять руки тех, кто стремится к ее созиданию. Каждый шаг тех, кого Бог призвал возглавить его дело, возбуждает подозрения. Каждое их действие ложное истолковывается с завистливыми и придирчивыми людьми. Так было во времена Лютера, Уэсли и других реформаторов. Так обстоит дело сегодня. Корей не поступал бы так, если бы знал, что все указания и порицания, даваемые Израилю исходят от Бога. Но он мог знать это. Бог дал неопровержимые доказательства того, что он руководит Израилем. Однако Корея и его сообщники отвергали свет до тех пор, пока не ослепли настолько, что даже самые яркие проявления его силы уже не могли убедить их. Все это они приписывали человеческой или сатанинской силе. Так поступил и народ, когда на следующий день после гибели Корея и его друзей пришел к Моисею и Аарону, говоря, «Вы умертвили народ Господень». Невзирая на убедительнейшие доказательства Божьего гнева, вызванного израильтянами, несмотря на гибель обольщавших их, они осмеливались приписывать его суды сатане, заявляя, что благодаря силе лукавого Моисей и Аарон предали смерти таких добрых и святых людей. Этот поступок решил их участь. Они совершили грех против Святого Духа, грех, который делает человеческое сердце бесчувственным к влиянию Божественной благодати. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, говорит Христос, простится Ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 32. Эти слова произнес наш Спаситель, когда благие дела, совершенные им с идеи приписали Вильзевулу. Бог общается с человеком посредством Святого Духа, и когда люди умышленно отвергают его воздействие как сатанинское, они отрезают ту нить, которая связывает душу с небом. Проявлением Святого Духа Бог обличает и убеждает грешника, и если работа Святого Духа полностью отвергается, то Господу нечего уже сделать для него. Последнее средство Божественной милости исчерпано. Грешник отрезал себя от Бога, а грех сам по себе не содержит лекарства для исцеления. Не существует иной силы, с помощью которой Бог мог бы убедить и обратить грешника. Оставь его. Книга Пророка Осия, 4 глава, 17 стих. Звучит Божественное повеление. Тогда не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Послание к евреям, 10 глава, 26-27 стихи.